Всем хорошего дня! Детские вести снова с вами в студии Софья Валиулина. Сегодня мы расскажем вам, где и как лучше всего проводить летние каникулы, откуда берется самое вкусное молоко, а также раскроем тайны поселка со странным названием Тути. Поехали! Зачем нужны летние каникулы? Чтобы отдохнуть от школы, набраться сил, провести время с пользой и удовольствием. Наш корреспондент Екатерина Иванова более подробно расскажет нам, как лучше всего можно это сделать. Вот заканчивается июнь. А как вы проводите эти летние каникулы? Гуляете в парке, загораете на пляже или, как я, поехали в детский лагерь. Ведь отдых в детском лагере – это как маленькая жизнь. Обычная смена в лагере длится чуть больше 20 дней. Как правило, все они объединены общей тематикой. Наша смена стала путешествием во времени. Все началось с каменного века. Мы жили в племенах, делали тотемы и участвовали в сафари. Затем наступила отечная эра, и мы оказались в Олимпийских играх. На смену им пришло средневековье, и у нас в лагере состоялись настоящий рыцарский турнир. Под звук пионерского горна нас будила советская эпоха с ее субботниками и зорницами. И, наконец, мы вернулись в наше время. Впереди нас ждет турнир по киберспорту. А сейчас все увлечены часом менеджера, игрой для самых предприимчивых. Сколько у нас денег? У нас самый богатый бизнес. Вообще в лагере скучать некогда. Каждый день здесь наполнен играми, мастер-классами и спортивными состязаниями. В течение дня мы готовимся к большому вечернему мероприятию. Здесь любой может проявить свои таланты и умения. А еще каждую смену для ребят проходит фаер-шоу, турнир по стрельбе из лука, игра в лазертак и многое другое. Нам понравилась больше всего пеновечеринка, она проходила сегодня. Было очень клево, много пены, весело очень, задорно. Мы играли, бесились, прыгали в пену. Очень классно было. Мне очень понравилось, как я выступала, пела. Это было очень переживательно. Это очень волнительно было. У меня все получилось слабо. Мне очень сильно понравилось. Понравился день менеджера, потому что в нем можно копить деньги, придумать ферму и копить как по-настоящему и тратить. Кто это все организовывает и проводит, спросите вы. Конечно же, наши вожатые. В лагере на них держится все. Они здесь из-за инвенторов, из-за аниматоров, а иногда даже из-за родителей. Приезжаю сюда даже не за деньгами не поработать, а ради эмоций на самом деле, правда. Потому что, поработав здесь целое лето, заряжаешься таким количеством эмоций, что просто уже туда учеба, работа уже не важно, потому что вот эта энергия, она всегда вот есть. Я стал определенно очень ответственным. У меня появился свой режим. И вообще я очень рад, что стал вожатым. Отдых – это не безделье, а смена в виде деятельности. Отдохнули – пора поработать. Например, помочь вожатым накрыть столы. Кстати, кормят здесь вкусно. Помимо завтрака, обеда и ужина есть еще полдень и второй ужин. Для активного отдыха нужно много сил, а значит, и питаться стоит соответствующее. Самое ожидаемое событие каждого дня – это, конечно же, дискотека. В нем участвуют вожатые и дети. Обычно она начинается с традиционного танцевального флешмоба. Три недели в лагере пролетели совсем незаметно. Уже послезавтра наша смена закончится, и мы отправимся домой. Но прощаться совсем не хочется. За это время мы стали одной большой и дружной семьей. Самый частый вопрос, который сегодня можно услышать – «А ты еще сюда приедешь?» и, конечно, самый частый ответ на него. Обязательно увидимся в следующем году. Екатерина Иванова, специально для детских вестей. Кто-то отдыхает в лагере, кто-то в городе, а кто-то едет к любимой бабушке в деревню. Ведь только там самое вкусное молоко от коровки и самый свежий хлеб из печи. Эх, повезло же тем, у кого есть собственный дом в деревне. Впрочем, наш репортер Даниил Шугунов утверждает, что парное молоко может попробовать каждый из нас, если отправиться с экскурсии на ферму. Лето – время путешествий. Но чтобы узнать что-то интересное, не обязательно ехать за 3-9 земель. В нашем городе тоже можно найти много увлекательных экскурсий. С клубом активных родителей я уже бывал на молочном заводе, смотрел, как красит самолеты, сам делал шоколад и даже пробовал теплое мороженое сразу с конвейера. Но сегодня мы отправляемся на новую экскурсию в Майенском районе Ульяновской области. Нас ждет большая ферма. Ехать до нее часто, но в комфортабельном автобусе за мультфильмами все время пролетает совсем незаметно. Встречает нас хозяин фермы, Безулас Айпулович, и сразу же ведет в пекарню. Хлеб у него особенный, на собственной закваске и молочной сыворотке. Сам процесс приготовления мы не застали. Чтобы сделать хлеб к обеду, ставить опару и заниматься тестом надо с раннего утра. Но, по-моему, мы выбрали для визита самый удачный момент. Запах необыкновенный. Очень вкусно. Сразу из пекарни мы отправились в молочный цех. Именно отсюда продукция с фермой поступает в магазин Ульяновска. Несмотря на то, что мы в гостях, никаких поблажек нет. Правила гигиены нарушать нельзя никому. На производстве все должно быть стерильным. Поэтому нас одели в специальную одежду. Волшебное место. Здесь обычное молоко превращается в масло, йогурт, сметану, творог. Как оказалось, производственная линия работает в ночное время, чтобы успеть приготовить свежую продукцию к открытию магазинов. И снова приятный сюрприз. Люблю экскурсии с дегустацией. Полезно, интересно и вкусно. Наконец мы отправились в самое сердце фермы. Так называемый летний лагерь. Коровы как раз должны были вернуться с пайбища на дойку. Но нам признаться было совсем не до них. Перед нами оказались малыши телята. Какие же они милые! В стадии у фермера 160 коров. Каждая дает молоко 305 дней в году. Оставшиеся два месяца она отдыхает и занимается теленкой. Будущие мамы стоят отдельно от стада. Их называют сухостой. И вообще от призвола Сайпуловича мы узнали про буренок очень много. Сразу видно, он любит свое дело и переживает за него. Не могут быть все врачами, не могут быть все космонавтами или спортсменами. Кому-то надо быть фермером, кому-то надо быть пастухом. Конечно, человек в любом случае он не должен стоять на одном месте. Он должен развиваться. На то он и отличается с животным, понимаете? Завершающий этап нашего путешествия пикник на берегу прекрасного озера. Здесь невероятно красиво. Идеальное место для отдыха после долгой экскурсии. Но стоит сделать шаг за пределы владения фермера, как из сказки возвращаешься в реальность. Снова мусор. Для фермеров это настоящая беда. Корова, проглотившая полиэтиленовый пакет, не сможет выжить. Вот и приходится фермерам следить за чистотой не только своего хозяйства, но и окружающих полей и лугов. Не знаю, о чем думают все, кто пользуется миром вокруг себя, как мусоркой. Но здорово, что есть такие люди, как фермеры, в гостях, в которых мы сегодня побывали. Их призвание – делать мир лучше. Я очень рад, что клуб активных родителей подарил мне замечательную возможность познакомиться с ним. Специально для детских вестей Данил Шагунов. У нашего города есть множество имен. Столица авиастроения, родина Клобка, барин городов Поволжских. Но знаете ли вы, что мы могли быть центром российского шелкопрядства? Почему этого не случилось, нам расскажет Варвара Рыбина. В самом центре Ульяновска есть поселок со странным и забавным названием Тути. Наверняка каждый, кто хоть раз слышал это название, задумывался, откуда оно взялось. Мы решили найти ответ на этот вопрос. А когда нашли, он оказался настолько удивительным, что нам захотелось обо всем вам рассказать. История Тутей уходит корнями в далекое прошлое, когда по указу царя Алексея Михайловича между речью Волги и Савияги была разбита Тутовая роща. Сделано это было для того, чтобы в России стал производиться собственный шелк. В те времена ткань дорогая и особенно ценная. Ценность шелка определялась не только его красотой и легкостью, но и практической пользой. Дело в том, что в старину люди застрадали от вшей, блох, клопов и прочих паразитов. А в шелковой одежде вредные насекомые не селились, так как шелк – ткань гладкая, и лапкам насекомых на ней не за что зацепиться. Одеть ручь в шелка мешало только то, что ткань эту привозили аж из далекого Китая и стоила она очень дорого. Вот и решил царь основать свое производство. Выращивание шелка – дело хлопотное. Ценную нить дает не само Тутовое дерево, а гусеница шелкопряда, питающаяся его листья. Чтобы стать бабочкой, гусеница плетет вокруг себя кокон из специального вещества, которое сама выделяет. Состывая на воздухе, это вещество и становится шелковой нитью. На словах все просто, но на самом деле и шелкопряда, и само Тутовое дерево очень прихотливы. Я сейчас стою около Тутового дерева, которое 6 лет назад высадил краевед Сергей Борисович Петров. И кто бы мог подумать, что оно цветет вот такими вот мелкими цветами. На родине в Китае у Тутового дерева цветы гораздо больше и выглядит оно пушнее. К сожалению, в наших краях растению слишком холодно. По одной из версий, именно поэтому и погибла большая Тутовая роща, замерзла в одной из суровых зим. С Тутовой рощей произошло то, что потом происходило много раз с искусственными насаждениями, с нашими садами. Она вымерзла, и очень трудно было ее вновь возобновиться. Морозы у нас всегда в какой-то период были очень большие, ниже 40 градусов. И, в общем-то, южное растение, оно не может выдержать такой низкой температуры. Так или иначе, однажды Тутовая роща перестала существовать. Но поселок, где раньше жили люди, занимающиеся шелководством, по старой памяти так и продолжили называть Тутями. Позже его не раз пытались переименовать. В начале 19 века земли в поселке стали отводить отставным солдатам. Среди первых поселенцев было немало инвалидов Отечественной войны 1812 года. В их честь поселок едва не назвали инвалидным. Но народу это название не понравилось, и они продолжили называть его Тутью. Не понравилось старожилам и название Калинин, которое хотели дать поселку в советские времена. Зваться Тутями в честь царь-дерева всем было куда больше по душе. К слову, царь-дерева это еще одно название Тутового дерева, так же, как и шелковица, имя, под которым многие из нас знают это растение сегодня. Плоды Тутового дерева очень вкусные и полезные ягоды, в которых много питательных веществ. Из ягод шелковицы можно варить в аренде, делать целебные травы. Сегодня в магазинах мы нашли только батончики с ягодами шелковицы. Сегодня шелковицу или Тутовое дерево можно встретить разве что в отдельных садах. Маленьких гусениц шелкопрядов не найдешь вовсе. Наш климат им по-прежнему не подходит. Вот и выходит, что все, что осталось от старинного центра российского шелкопрядства, это только название небольшого поселка. Выходит, у маленького поселка на берегу Свияги история такая же богатая, как у целого города. И кто знает, если бы маленькие шелкопряды не были такие капризные и сумели бы полюбить наши русские морозы, жили бы мы сейчас с вами не в Ульяновске, а в столице российского шелководства Тутях на Свияге. Варвара Рыбина специально для детских вестей. Наш выпуск подходит к концу. Впереди афиша «Инструктаж по погоде». Ну а я с вами прощаюсь. До самой скорой встречи. Пока! В понедельник будет День семьи, любви и верности. Этот праздник появился у нас недавно. Он посвящен Святому Петру и Февронию. Это история о том, что верность и любовь всего сильнее. Муромский князь Петр очень сильно заболел. Петру однажды приснился сон, что исцелить его может только крестьянка по имени Феврония. Он обещал жениться на ней, если она вылечит его. Она догадалась, что он ее обманул, поэтому крестьянка не вылечила его полностью. Он опять пришел к Февронии. На этот раз сдержал свое обещание. Но боярам это не понравилось и их прогнали. В царстве началось разное происшествие и Петра попросили вернуться. Они вернулись в Мурм и прожили свою жизнь долго и счастливо. Зачем человек на земле? В жизни самое главное, чтобы родные любили друг друга, понимали друг друга, ценили. чтобы дети и взрослые делали вместе одно дело. Чтобы они жили долго и счастливо. Большая семья это здорово. Во-первых, никогда не соскучишься. Ну, бывает то, что вот немного там поссоримся, но все-таки померимся потом. Самое главное в семье это любовь. Любите друг друга. Поздравляю вас с праздником. Люди, я желаю вам, чтобы вы были верной семье, дружной. Чтобы вам было весело, чтобы вы не грустили. Проводите этот день вместе с любимыми. Здравствуйте, с вами Детские Вести и ваш личный инструктор по погоде Матведи Рябин. Июль самый теплый месяц лета, но что-то он не торопится баловать нас жарой. Но это даже и к лучшему, потому что в 21 градус тепла можно гулять весь день, не боясь тепловых ударов и солнечных ожогов. Что? Дожди? Дожди тоже, возможно, будут. Но, во-первых, это не точно. А, во-вторых, на случай дождя у нас есть вот это. Прогулки под дождем это такое удовольствие, которое можно испытывать только летом. Просто одевайтесь по погоде и все на улице. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова